МИД России вступился за Азербайджан перед европейским сообществом, весьма однозначно оценив комментарии от Бюро по демократическим институтам и правам человека БДИПЧО БСЕ. БСЕ и Советы Европы, о прошедших накануне внеочередных парламентских выборах. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии со всеми требованиями законодательства. Цитата. Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением, проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны. Говорится в заявлении МИД России. Добавим, что накануне президент Ильхам Алиев, принимая делегацию турецко-азербайджанской межпарламентской группы «Дружба», заявил, что проведенные выборы были очень важны для Азербайджана и привлекли большое внимание международного сообщества. Цитата. В некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это, подчеркнул Ильхам Алиев. Напомним, выборы состоялись 9 февраля. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии лидирует правящая партия и не Азербайджан, но Азербайджан, возглавляемая Ильхамом Алиевым. Генсек ОБСЕ Томас Грёмингер в ближайшее время посетит с визитом Азербайджан. Об этом сообщил сегодня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров. По итогам прошедшей в Вене встречи с зарубежным коллегой. На ней обсуждался ход реализации проекта «Зелёные порты» в регионе Каспийского моря и поддержка привязанности, целью которого является автоматизация и оцифровка морских портов в Баку, Актау и Туркменбаши. Отметим, что на реализацию проекта ОБСЕ выделяет 2,5 млн евро. Реализация же проекта ускорит перевозку грузов и будет способствовать увеличению товарооборота, а также облегчению и пресечению границ с гражданами. Мамедьяров также проинформировал генсек ОБСЕ о ходе переговоров с армянским коллегой по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в Женеве 28-30 января 2020 года. В частности, Мамедьяров подчеркнул важность скорейшего обсуждения субстантивных аспектов для урегулирования конфликта на основе Хессинского заключительного акта. В завершении визита глава азербайджанского внешнеполитического ведомства пригласил Грёмингера посетить в ближайшее время Азербайджан. В рамках визита генсека ОБСЕ планируется конференция по проекту «Зеленые порты в регионе Каспийского моря» и поддержка привязанности. Сегодня на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» открылась 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020», генеральным спонсором которой много лет подряд является Азербайджан. В экспозиции принимают участие более 2,5 тысяч предприятий из 70 стран, при этом 31 страна представлена национальной выставкой. В павильонах экспоцентра демонстрируются товары 2621 компании. Это на 200 экспонатов больше, чем в прошлом году, и некоторые из них приехали в Москву впервые. Азербайджан в этом году представляют 40 компаний, что на 10 больше, чем в 2019 году. Здесь можно найти азербайджанские овощи, фрукты, минеральные воды, соки, чаи, орехи, сухофрукты, кондитерские изделия, вина. Выставка продлится до 14 февраля. Дочь великого азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева Марина, которая многие годы живет уже в США, выразила благодарность руководству Азербайджана за увековечивание имени отца. «Я безмерно благодарна президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Михрибана Алиевой за все, что делается в Азербайджане для увековечивания имени моего отца». Марина Магомаева в интервью азербайджанскому изданию поделилась своими воспоминаниями о Муслиме Магометовиче. Цитата. Музыкального театра «Геликон опера» состоится громкая премьера российско-азербайджанской постановки оперы «Золушка» Леонида Вайнштейна. Музыкальный руководитель, народный артист Азербайджана Елчина Дегизалов, художественный руководитель постановки, народный артист России Дмитрий Бертман. Наша съемочная группа побывала на предпоказе оперы. Предлагаем и вам окунуться в волшебный мир «Золушки». Музыкальный руководитель, народный артист России Дмитрий Бертман. Субтитры создавал DimaTorzok